Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Все идет по плану. Елена Сорокина проверила ход строительства детского сада в Семчино. Люлька обязательно. Сотрудники ГИБДД провели рейд по соблюдению правил перевозки детей. Историческое возвращение на территорию больницы имени Симашко восстановили православный храм. Сегодня глава Рязанской администрации Елена Сорокина проинспектировал строительство детского сада в микрорайоне Семчино. В уездном совещании приняли участие представители компании-подрядчика, профильные специалисты и местные жители. По проекту детский сад будет трехэтажным на 224 места. Прямо сейчас строители возводят стены третьего этажа, выполняют перекрытие второго, монтируют лестницы, производят устройства внутренних инженерных коммуникаций. А кое-где уже начали остекление. Для ускорения процесса, конечно, нужна плюсовая температура. А тут уже не только отделка, но и земляные работы подоспеют. Ну, то есть, обустройство сетей. Еще раз, Леонид Михайлович, ближайший план. Ближайший план, то есть, ближайший... Что мы сделаем в марте? В марте мы закончим кладку, остеклим здание. Наконец, в марте мы планируем, если погода позволит, начать заниматься вплотную наружную сетя. Все, то есть, там, водопровод, канонизация, топление. Срок окончания строительства август этого года. Но уже сейчас Елена Сорокина поручила специалистам управления образования начинать думать о наполнении детского сада. Кстати, контролировать его строительство рязанцы могут в режиме онлайн через группу «Наш садик Семчина» в социальной сети. Там можно отследить все работы через видеокамеры. Соблюдение правил перевозки детей стало главной темой комплексной проверки сотрудниками ГИБДД на рязанских дорогах. Согласно правил дорожного движения, перевозка детей до 7 лет обязательно с использованием детских автокресел. Но не для всех водителей это сегодня аксиома. В салоне автомобиля двухмесячный малыш перевозит его по всем правилам в люльке. Нарушений нет, водитель может продолжать движение. Но так будет не со всеми. Сегодня в городе профилактика перевозки детей. Сегодня в госавтоинспекции с целью выявления фактов нарушения правил перевозки детей проводится профилактическое мероприятие «Дети». Автоинспекторы напоминают всем водителям о необходимости соблюдения всех требований безопасной перевозки маленьких пассажиров. За нарушение правил дорожного движения составляются административные материалы. С начала года в Рязани произошло 21 ДТП с участием детей. Обошлось без погибших, но не без пострадавших. 27 детей получили травмы различной степени тяжести. Здравствуйте, Рязани, ДПС, на полицию. По правилам дорожного движения детей до 7 лет обязаны перевозить с использованием автокресла. Есть, правда, уточнение. Кресло должно соответствовать весу и росту ребенка. Если он старше 7 лет, то уже можно пользоваться только ремнями безопасности. Но на заднем сидении передняя пассажирская все же автокреслом оборудовать придется. Исключения, кстати, как в любом правиле, тоже есть. Например, когда ребенок по своим физическим и весовым данным автокресла перерос. Другое исключение при перевозке ребенка-инвалида, больного ребенка в лечебное учреждение. Штраф за перевозку ребенка без автокресла 3000 рублей. Сумма относительно небольшая. Но стоит ли она тех последствий от возможного ДТП, которое может произойти, каждый автовладелец решает для себя сам. Цветы, цветы, цветы. Первая весенняя выставка под таким названием открылась в экспозиционном зале библиотеки. На ней представлены работы рязанских художниц и мастериц народных промыслов. Главная тема выставки – красота. Творческое объединение «Рязанские Мадонны» родилось в 2009 году. И по сей день выставочные проекты от мастериц региона радуют своим разнообразием и многогранностью. Каждый год в начале марта женщины Рязани и области объединяют свои работы в одном пространстве – библиотеке Горького, колыбели, рязанских Мадонн. Участники этой выставки – женщины-художники Рязани. Профессиональные, творческие силы Рязанской организации, Союза художников и других союзов. Мы уже много лет, как говорится, вот такое негласное объединение «Рязанские Мадонны» существует уже более 10 лет. А на площадке библиотеки Горького в рамках регионального фестиваля «Союза женщин России» библиотеки Горького «Рязанские Мадонны» мы ежегодно весной делаем вот такие выставки. Весна пробуждает желание жить и любить. Распускаются почки, из-под снега пробиваются первые цветы, деревья облачаются в зеленые одежды, повсюду слышится пение птиц. Но пока до этих моментов все еще далеко и за окнами сердятся последние метели, Рязанские Мадонны решили заполнить цветами колы библиотеки. После зимы, в начале весны, вот, хочется и радости, хочется какого-то обновления, надежды. И вообще цветы в себе очень много несут символики, вот, и значения. Это и цветы радости, и цветы любви, и цветы победы, цветы надежды, памяти. То есть цветы, они, в общем-то, везде и всегда есть. Выставка «Цветы, цветы, цветы» приглашает всех желающих на праздник красоты, воспетый в разных видах и жанрах искусства. Это и Михайловское кружево от знаменитых художниц Ирины Копытиной и Татьяны Пресновой, и малые формы от заслуженного скульптора Раисы Лысениной, и акварели от Людмилы Пронкиной, хорошо знакомой нашим телезрителям по репортажам о детской студии «Калибри». Цветы, какими их видят и желают зафиксировать самые разные творческие женщины региона. В общей сложности 38 авторов. До 3 апреля в библиотеке. Непременно приходите за вдохновением и весной. Спонсором ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажи «Икрай рыбы Камчатска». Вкусные и свежие морепродукты к вашему столу. До 10 марта можно приобрести у торгового центра. Великим чином освящения храма завершились несколько лет работ по росписи и благоукрашению церкви в честь иконы Божьей Матери Всецарица. Освящение и затем божественную литургию совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. История этого храма началась еще 15 лет назад. Тогда это было небольшое помещение в одном из медкорпусов на территории больницы имени Семашко. Это, говорит настоятель храма, стандартная практика конца 90-х, начала нулевых. Люди собирались в одной из бывших палат, чтобы попросить Бога об исцелении. И вот с одной маленькой комнатки началось. Сначала это долгое время был храм в корпусе, одном из корпусов больницы. А потом было выделено вот это место, историческое место. Здесь была часовня раньше. И вот долгими, сложными годами, перипетиями, не без проблем строился храм, но милостью Божией он воздвигнут и он призывает всех для молитвы и для радости его христиан. Возведение тоже заслуживает отдельного упоминания. Раньше здесь стояла часовня в честь святителя Николая. Ее разрушили в 30-е годы прошлого века. Но об этом узнали только при строительстве. Фрагменты часовни обнаружили при рытье котлована под фундамент. Дуся, слуху истине, истине, и обновивой благодат, и теми святые твоя церковь, и жертвенник твоя Господь в силу во всей земле на стадиле. Воевне, приноситесь и тебе, священному и бескровному церковь. И жизнь ему храм ныне благоволилась в честь сознательства Пресвятия Богородицы. Ко славе твоей, единородной, как твой Господь, и все всегда, как твой везут. В 2017 году митрополит Марк малым чином осветил храм в честь иконы Божией Матери Всецарица. Сейчас проходит освящение уже великим чином. Настоятель храма Павел Коньков говорит, что событие это эпохальное, как и для летописи храма, так и для города в целом, потому что такое бывает только раз. И сейчас, как и шесть лет назад, прихожане, преимущественно пациенты и врачи больницы. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Нам, служителям и сотрудникам храма, нравится сравнивать его с ювелирным украшением. Оно маленькое, но каждая грань, она ясна. И вот здесь мы боремся за каждый миллиметр. В алтаре мы, когда устраивали и престол, и необходимую всякую мебель алтаря, мы действительно думали по пять сантиметров, как нам их интегрировать, для того, чтобы все было ровно и аккуратно. Новый храм построен в традициях архитектуры 12-13 веков. Посвящен он иконе Божией Матери Всецарица. В истории ее связывают с чудесными исцелениями. Самое главное, что в храме, в любом храме, пока он стоит, пока в нем совершается богослужение, творится молитва о всех создателях святого храма сего. И вот это есть главная благодарность, которую получает любой человек, причастный к созиданию Дома Божия. Помимо служения, община храма иконы Божией Матери Всецарица проявляет и социальную активность. Здесь работает воскресная школа, класс иконописи, проводятся молодежные встречи и евангельские беседы. Ведь, как сказал митрополит Марк, главное здесь все же люди, без которых этого храма и не было бы. Икра и рыба Камчатская снова в Рязани, возле торгового центра «Премьер». Полюбившаяся всем рязанцам продукция за свежесть, качество и превосходный вкус каждый месяц в нашем городе. И вот снова возможность приобрести деликатесы прямо сейчас есть в Рязани. Икра и рыба Камчатская, выставка продажи морепродуктов прямиком с Дальнего Востока. Особый способ транспортировки гарантирует, что вся продукция свежая, а значит максимально вкусная и полезная. Вот почему даже предвзятые ценители морских деликатесов раз за разом возвращаются за рыбой именно сюда. Я люблю чавычу. Она в меру соленая, приятная и хорошая икра. Вернулся не просто так, поэтому что хорошая рыба. Всем рекомендую. Какие люди с вами продумали? Икру, белорайбицу, чавычу. Да, пришли за этим, потому что это качество, культурное обслуживание, все свежее. Ух, ценовая политика, цена и качество совпадают. Почему? Я так не первый раз здесь? Ну да, не первый раз. К тому же на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» представлен широкий ассортимент. 35 видов рыбы горячего и холодного копчения, слабосоленая. Ароматы вызывают аппетит. А если попробовать кусочек, кстати, только здесь продавцы предлагают дегустацию перед покупкой, то устоять точно не удастся. К тому же польза морепродуктов давно доказана учеными. И любой врач посоветует вам включить в рацион жирную морскую рыбку или икру. Особенно это актуально в межсезонье и Великий пост, когда организм испытывает острую нехватку микроэлементов. Чавыча, красную икру. Черную только не привозят. За что любите рыбу вообще? Для того, что витамины полезные очень. Для здоровья. Чавыча, белорыбеца, нерка, омуль, а также красная икра. Желанны к любому столу в праздник и будни. Особенно если они вкусны, свежи и высочайшего качества. Именно такие морепродукты и рязанцы могут приобрести на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» возле торгового центра «Премьер» до 10 марта включительно. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 6 по 10 марта. ТЦ «Премьер». Только 10 марта в клинике «Семейная» ведет прием специалист из Москвы. Дедюрин Андрей Анатольевич. Коррекция плоскостопия. Изготовление индивидуальных ортопедических стелек. Плазмотерапия. Подбор комплексного лечения при заболеваниях суставов и травм опорно-двигательного аппарата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова